Всем привет! Давайте мы посмотрим на наш осенний сад с опавшими желтыми листьями. Сейчас будем вот эти листья убирать. Нападало их очень много. Видите, вот так вот все сейчас выглядит. Все такое унылое. Конечно, но ничего. Все-таки осень тоже вносит свои какие-то красивые краски. Золотые, красные. В сад растения выглядят иначе. У меня много хвойников, и они вечно зеленые, конечно же, но все равно они осенью тоже меняют свой цвет. Они становятся более золотисто-желтые. А вот это наш бассейн. Мы его закрыли. Мы на зиму его вот так вот закрываем. Мы сливаем. Больше чем наполовину вода сливается, и там вот остается немножко воды, но мы в общем закрываем наш бассейн. Вот так вот накрываем, вернее. И стоит он так у нас до весны. Так что вот так. Такой бассейн у нас накрытый. Так он выглядит. Потому что спрашивали меня, как мы там накрываем бассейн, что мы с ним делаем. Ну вот, вот смотрите. Такая вот пленка продается, и мы просто его накрываем. Если честно, можно его не накрывать. Это не обязательно. Не обязательно его накрывать. Ничего с ним не будет. Ну и там чисто мы так решили все-таки, чтобы он не сильно пачкался, потому что и осадки. Вот. И все такое. Ну так бассейн он будет все-таки. Бассейн будет лучше сохраниться и будет чище. Так что вот такой вот у нас бассейн сейчас. Здесь давайте пройдемся немножко посмотрим. Ну вот сейчас смотри, сколько листьев нападало. все уже отцвело. Ничего особенного, да? То есть только одни хвойники, но про хвойники я уже снимала. Много видео, поэтому уже снимать про хвойники пока не буду. Так. Вот. Что у нас творится? Сейчас нужно все у нас. Все мы будем здесь вычищать. Вот эти листья, вы знаете, нападало буквально за сутки, потому что у нас вот эта дубовая аллея рядом и вот с этой дубовой аллеей все листики к нам сюда в наш сборик и перелетают. Поэтому у нас очень много работы осенью в саду, чтобы вот избавиться от этих листьев, чтобы все очистить. Ну вот смотрите, вот буквально за сутки нападало столько листьев. Я в шоке. Ну ничего, сейчас будем работать. Будем работать. Отдыхать не будем. Вот так вот. Ну все. Что еще такого? Вот смотрите, вот это наш вяз. Мне нравится он еще в осенне-зимний период, потому что получается он сбрасывает свои листья и выходит такой вот красивый скелетик. Смотрится он как скелет какой-то. Прикольно он смотрится. Мне нравится даже вот его вид в осенне-зимний период. Ну он такой интересный вяз. Вяз шершавый капердауни. Нравится он мне. Так, значит, у нас один скелетик уже есть и наши магнолии тоже скелетики сбросили свои листья, превратились в скелетики. А вот это вот наши дубы. Видите, прям возле прям чуть ли не в нашем дворе вот эти вот дубы и дубовая аллея. И все листья вот сюда к нами перелетают. Вот. Ну ничего. Будем сейчас работать. Я так понимаю, это у нас уже последние летние теплые летние осенние теплые деньки. Ну ничего. Что поделать? Ну хвойники я люблю за то, что вот они всегда всегда зеленые, всегда красивые, всегда такие вот они нарядные. Вот. Ну смотрите, вот эта вот эта клумбочка. Боже, у нас столько листьев. Сколько здесь листьев. Сейчас. Вот так вот. Ну все. Хотела вам так немножко показать состояние нашего сада в ноябре, в начале ноября. все. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok